продолжаем читать шиня и верещагина начало теории множеств для тех кто уже забыл на какой странице мы остановились в том числе для меня самого мы остановились на 17 странице вверху то есть мы ровно до 16 нас была фраза еще несколько примеров счетных множеств и . поехали множество ку рациональных чисел счет на ку киндзадза самом деле рациональные числа представляются несократимыми дробями с целым числителем и знаменателем во множество всех дробей с данным знаменателем счет на поэтому ку представим в виде объединения счетного числа счетных множеств да то есть здесь доказательство такое что это множество вот таких выражений где значит м н целые ну и соответственно на самом деле даже больше нуля и м на н несократимо мы мы берем что там дальше предлагается фиксировать знаменатель до n равно единице дроби будут какие просто за да все целые числа и он равно 2 дроби будут вида z пополам вот то есть это 0 плюс минус одна вторая за это пополам немножко двузначно там может быть это например фактор группа z по 2 z но данном случае так но здесь вот как бы тоже не z пополам а с волной то есть не сократим и берем плюс минус 3 вторых плюс минус 4 вторых мы пропускаем потому что они уже были плюс минус 5 вторых и так далее ну и так вот как бы при любом n z на n 0 плюс минус 1 n ну и дальше как бы вот те из дробей со знаменателем n у которых числитель взаимно просто знаменателем получается на самом деле вот но но чтобы дробей с данным знаменателем счет на естественно их можно пересчитать поэтому q представим в виде объединения счетного числа счетных множеств и мы возвращаемся к той лиме забегая вперед самый раздел 1 6 отметим что множество r всех действительных чисел не счетно но вот это то что я упоминал в курсе принципа математического мышления там же я дал другое доказательство того что q счетное множество так множество n степени к всех наборов натуральных чисел 1 так далее а к множество всех таких наборов где все аиты натуральные тоже счетно можно по индукции да но пишет саша шинь это легко доказать по индукции пока при к равно 2 множество n квадрат равно n на n пар натуральных чисел разбивается на счетное число счетных множеств а ну собственно мы так его и делали да вот эти по точечкам 0 на n 1 на n и так далее ну то есть мы как бы все точки положительного квадранта вот так вот по линиям ровно так как мы тут изображали что счетное объединение счетных множеств счетно это было как раз то самое рассуждение фактически мы перечисляли точки квадранта квадранта элементами этого множества будут пары первый член которых равен и поэтому n квадрат счетно аналогичным образом множество n в кубе троек натуральных чисел разбивается на счетное число множеств и на n на n да то есть теперь как n квадрат если счетно тогда значит n в кубе да это объединение по всем и из n множеств и вот как один элемент и на n на n ну а теперь вот это счетно это то же самое мы просто приписали и каждому то есть взаимодозначено соответствие между теми тройками в которых первый элемент равен и и всеми парами но она естественно очевидное делается и у нас получается объединение счетного числа у таких счетных множеств значит n в кубе счетно вот да каждая из них состоит из троек первый член которых фиксированы потому равномочным множеством квадрата да то же самое что я сказал который расчетно точно также можно перейти от счетности множества н к ты к счетности множества н к в плюс 1 а значит совершить тот самый индукционный переход о котором мы говорили в курсе принципа математического мышления тем самым n в к ты счетно при любом к множеству всех конечных последовательностей натуральных чисел счетно это еще круче но тоже понятно и так что такое множество всех конечных это значит что вот у меня уже нет никакой границы на длину но все-таки когда-то начнутся нули ну смысле когда ты вот вот так но здесь разные к да то есть тут все элементы всех таких множеств на самом деле ну собственно так и пишет самом деле множество всех последовательностей данной длины счетно как мы только что видели так что интересующее нас множество разбивается на счетное число счетных множеств действительно объединение по всем к от ну видимо от единиц до бесконечности до вот этих всех до объединения множеств вот таких множеств до множеств таких последовательностей, то есть требуемое рассматриваемое нами множество всех конечных последствий натуральных чисел равно на самом деле просто объединению от k равно 1 до бесконечности n в степени k. То есть объединение счетного числа счетных множеств. Счетных. Все. Ура. Вот. Дальше. В предыдущем примере не обязательно говорить о натуральных числах. Можно взять любое счетное или конечное множество. Например, множество всех текстов, использующих русский алфавит, текст можно считать конечной последовательностью букв, пробелов, знаков припинания и т.д. Счетно. Вот. Между прочим, очень важный момент. То есть множество всех конечных текстов счетно. Можно перечислить вообще все тексты, которые можно создать. Ну, конечные. Вот. То же самое можно сказать о множестве всех мыслимых компьютерных программ и т.д. Ну, то есть компьютерная программа, она тоже, ну, это некий конечный текст, текст, конечный текст, из символов которых конечное количество, то есть это объединение, значит, соответственно, это всевозможные конечные последственности, не более чем счетных множеств. Поэтому это не больше, чем мощность вот этого множества, оно счетно. Вот так. Переворачиваем страницу. О, число называется, называют алгебраическим, если оно является корнем ненулевого многочлена с целыми коэффициентами. Множество алгебраических чисел счетно, так как многочленов счетное число. Почему многочленное счетное число? Потому что многочлен задается конечной последствии целых чисел, его коэффициентов, да? Что такое многочлен? А0 плюс А1х плюс так далее, плюс АК х с катой. То есть, на самом деле, конечные последствия целых чисел — это то же самое, что, ну, как бы, какой-то один многочлен от какой-то конечной степени. Вот. Значит, все многочлены мы перечислили. Да, значит, так. А каждый многочлен имеет конечное число корней, не более n для многочленов степени n, то есть не более k для нашего нарисованного здесь многочлена. Поэтому опять идет объединение, да? Мы пересчитаем все многочлены, но в результате как бы у нас получится счетное количество многочленов, а корней у каждого многочлена конечное количество. То есть счетное объединение конечных множеств. Опять счетно. Поэтому все алгебраические числа образуют счетное подмножество всех вещественных чисел. Вот так. Множество периодических дробей тоже счетно. В самом деле такая дробь может быть записана как конечная последствия символов из конечного множества. Запятая цифры скобки. Например, дробь 0, 1, 6, 6, 6, 6 и так далее, да? Можно записать как 0, 1, 6 в периоде. Вот. А таких последствий счетное множество. Ну да, то есть мы что делаем? Мы пишем какой-то набор символов. 0, 1, там, ну тут какое-то число, да? Целое, потом какие-то 0, а, к, потом запятая скобка открывается, b1, так далее, b, л, повторяются. Ну и как бы вот такая запись кодирует периодическое число. Разные такие записи, ну, нет, разные записи могут кодировать одно и то же число, но факт тот, что любое периодическое число, любая периодическая дробь, она какой-то такой записью кодируется, так как всех таких записей еще одно число, то и периодических дробей тоже. А это, кстати, значит, что когда мы записываем вещественное число бесконечной дробью, то расхождение вот на девятке в конце, то, что вот 7, 9, 7, 9, 9 и 8, 0, 0, 0, то, что они на самом деле это одно и то же, не влияют на счетность множества вещественных чисел или на его несчетность, потому что отличие на счетное множество таких, которые могут записаться в таком виде. Вот, поэтому множество вещественных чисел имеет ту же мощность, что и множество всех бесконечных последовательностей натуральных чисел, а это множество уже несчетно, как потом будет ясно из будущих результатов. Так, ну что, дальше на самом деле идет целый список задач, которые я уже все не перечисляю. Ну, там, можете сами их прочесть и порешать, да? Некоторые из них мы в дальнейшем решим, а пока просто поизучайте их к следующему разу и попробуйте сами самостоятельно решить как можно большее количество. И мы к этому моменту в следующий раз вернемся. Страница 18, задача 31.